Приветствую вас. Вы знаете, вот я всегда говорю, что я не детский психолог, когда разбираю похожую проблематику. Ну, потому что иногда приходится это делать, так или иначе. И парадоксально, но факт, что, несмотря на то, что я это говорю, люди, в частности вот родители, в частности мамы, да, они как будто бы не слышат, что ли, вот то, что я говорю. И ведут разговор так, как будто, вот знаете, то прям моя специальность, да, сфера моих интересов и так далее. Хотя, на самом деле, это не так. Вот я вас сразу предупреждал, что я не детский психолог. Как психолог я не практикую с детьми, вот я практикую с родителями, безусловно, консультации и психотерапию, но я не практикую детскую психотерапию. И, как бы, детское направление психологии, детская психотерапия мне не интересно. Я буду отвечать на ваш вопрос в основном в контексте вашего поведения, в контексте вашей какой-то такой парадигмы, да, вашего психологического состояния, косвенно допрагивая проблему ребенка. Вот. Несмотря на то, что вы написали, как мне быть, то есть вы спрашиваете про себя, вы, как бы, ну, не говорите про ребенка, например, да, там, ну, не задаете вопрос по типу, как и что мне делать делать, чтобы ребенок там начал учиться, учиться, убирать за, ну, убирать в доме, значит, там перестал врать и всякое такое. Таких просьб у вас, как бы, нет, это хорошо, но на всякий случай, если кто-то будет, ну, если кто-то из людей еще, помимо клиентов, будет смотреть этот вопрос, то вот я хотел бы сделать такой дисклеймер. Итак, проблема в том, что ребенок вообще очень бунтует, значит, прогуливает уроки, врет, гуляет, несмотря на то, что, значит, он наказан, она наказана, и, соответственно, не убирает дома и, в общем-то, всяческим образом бунтует. Мама, соответственно, воспитывает ребенка одна, мама работает, вот, знаешь, как пишет, большую часть времени проводит на работе. Ребенок, соответственно, предоставлен сам себе. Мама очень злится, когда ребенок, ну, вот, ведет себя так, когда плюет на ее просьбы, и не понимает мама, почему правая, пример, как правильно, в общем-то, все происходит с точностью, да, наоборот. Значит, уважаемая мама, я вот не знаю, как вас зовут, в первую очередь вам необходимо увидеть одну из главных парадигм, что, проводя большую часть времени на работе и воспитывая ребенка одна и, как бы, ну, не имея, очевидно, мужчины, вы транслируете дочери не как правильно, потому что как правильно не знает никто. Это, ну, на мой взгляд, несколько самоуверенно и костно думать, что вы транслируете ребенку как правильно. Ага, вы транслируете ребенку, первое, что можно пренебрегать своими желаниями, своими личными границами, можно пренебрегать собой, второе, вы транслируете, что можно жертвовать собой, потому что больше времени вы проводите на работе, и третье, можно отделять себя любовью, отделять себя заботой, отделять себя нежностью и можно не жить для себя. Можно ли все вот это или нужно ли все вот это? Я не знаю. Я не знаю, насколько это вы транслируете, но транслируете вы именно это. Следующий момент. Давайте представим себе, что если бы ребенок вел себя хорошо, то есть если бы она делала все, вот, все делала, вот, как вы и хотите, так? Как бы выглядела ваша жизнь? Как бы выглядел ваш был? Как бы это выглядело? Ну, разрешите мне в рамках такого вот одностороннего общения, да, немножко предположить, немножко пофантазировать. Выглядело бы это так, что вы приходили, значит, вас бы ничего не раздражало, а вот вы, может быть, несколько, ну, несколькими словами бы перекидывались бы с дочерью, и вообще-то говорили, что, например, у меня такая умница дочь, что она вот такая молодец, она мне все-таки помогает, но по факту никакого контакта между вами не было бы, то есть она жила бы своей жизнью дочь, а вы бы жили своей жизнью. Вы бы ее не замечали, как обычно не замечают тех людей, которые очень удобны. Ваша дочь неудобна вам, она своевольна. Ее неудобство и своеволие связаны с тем, что у нее развидают потребность во внимании, в вашем внимании, которого вы ей не даете. Не даете не потому, что вы такая плохая, а потому что, первое, у вас нет на этой энергии сил судя по образу жизни и судя по отношению к себе, а второе, это то, что вы в принципе не осознаете, в вашей настоящей жизни нет места для такого искреннего, как бы перманентного состояния близости, искренности. И правда потому, что вы сами уже отвыкли в какой-то степени и свою искренность проявлять, и можете ее проявлять только в ссорах, только в скандалах. И дочь прекрасно знает, что единственный способ обратить на себя внимание и вывести вас на эмоции, это сделать что-то не так. И она это делает. То есть все очень просто. Дочь просто привлекает ваше внимание. Все. И никакие наказания, ничего ей, ээээ, не помогла, наоборот, это то, чего она хочет. И это будет продолжаться дальше. Только вот дальше, это уже станет образом жизни. И она будет действовать так, когда надо и когда не надо. И вот это может привести к очень негативным последствиям. Знаете? Только потому, что маме было не все равно, только когда ребенок пропускает урок, когда не убирает комнату свою, и когда, значит, и ходит гулять, несмотря на наказание. Только в этом случае маме не все равно, и только в этом случае она проявляет эмоции. А как мама проявляет эмоции, когда все хорошо, когда ребенок все делает правильно? Вы спросите себя, ребенку это какой мотив, вот, вести себя хорошо? Ребенок-то что получает, когда он ведет себя хорошо? И что он получает, когда он ведет себя не очень хорошо? Вы очень быстро увидите, что внимание вашего ребенок получает хорошо. Гораздо больше, когда ведет себя не так. Вы же не можете сказать, о, слушай, привет, ты сегодня прогулял, да? А, ну хорошо, все. Нет, так не скажете. Или, ой, я тебя наказала, ты должна гулять? Как бы, я так и думал. Все. Ну, тут есть один нюанс, что наказание само по себе уже проявление негативного внимания вашего к дочери. Ну, как бы, наказание об этом абсолютно бесполезно, вообще, с точки зрения психологии и психотерапии. Вот. Ну, это, вот, такой нюанс. Следующее. Вас злит, что она плюет на вашу просьбу. Дочь, я имею в виду. А, вас, маму, злит, что дочь плюет на вашу просьбу. А, что здесь? Здесь вы сталкиваетесь с ощущением, что вас обесценивают. И, честно говоря, мне кажется, что, вот, в подобной парадигме, в подобной парадигме обесценивания, внутреннего обесценивания себя, когда вы живете уже какое-то время. Время, если не сказать большее, если не сказать, что вы живете в этой парадигме, ну, может быть, не всю сознательную жизнь, но довольно большую часть жизни. А, что делает дочь? Она ведь не преследует цель на вас наплевать. Она не преследует цель наплевать на ваш просьбу, потому что она не думает, примерно в таком контексте. Так, мама меня попросила, я должна обязательно её просьбу проигнорировать. Нет, я так не думаю. Она действует по-другим, как бы, немножечко, моделям, да, которые я чуть-чуть раскрыл, чуть-чуть, немножко раньше. Но вы воспринимаете это как именно оскорбление. Вы воспринимаете это именно как пренебрежение вашей просьбой. Понимаете, если отбросить тот факт, что вы родитель, вот просто если отбросить тот факт, что вы родитель, а не каждый родитель это может сделать, то можно задать себе вопрос. Если я не родитель, если я не родитель, а какой мотив у ребёнка выполнять мою просьбу? То есть, понимаете, ну, условно говоря, я наказал ребёнка своего, да, и я ему говорю, всё, ты наказан, ты не пойдёшь гулять. Ребёнок остается один, что как бы уже само по себе провокация. Ну, это особенно если есть возможность выйти на улицу, это вообще провокация, вот. Ну, ладно. Вот ребёнок думает. Ну, хорошо. Я не пойду гулять, как сказал родитель. Что я получу? Ну, вот он вернётся, что я получу? Что я получу? Ничего не получаю. Родитель вернётся, родитель будет уставший, родитель будет, но, недоволен, потому что меня наказал. Что я, сплошнён негатив. Если я пойду гулять, то есть я сам получу впечатление, когда буду гулять. Приду и с мамой получу впечатление, потому что она будет всегда недовольна. И я буду, как бы, в центре её внимания. Знаете? То есть, с этой точки зрения, она неприверна вашей просьбе, но вы видите это так. Почему? Потому что у вас есть обесценивающие тенденции. Точнее, не обесценивающие тенденции, а бегство в эту злость, вы бежите. Вот я думаю, что, я думаю, что вы слишком гиперответственны, не слишком, а просто гиперответственны за свою дочь. В том смысле, что вот эта ответственность, она вас тяготит саму. И мне кажется, что злость здесь, это про желание немножко оттолкнуть дочь, сделать её подальше. Это хорошо, что вы хотите, чтобы она была подальше, но, на мой взгляд, нужно, чтобы вы ещё сами признали, что если человек подальше, то это значит, что он сам ответственный за себя. А это значит, что вы тратите куда меньше усилий на его контроль, на его корректировку, на его попытку куда-то направить и так далее. И вот тут возникает противоречие. Вам хочется освободиться от опеки на дочерях, иначе бы вы не злились на неё. Хотя там, возможно, есть ещё более такой глубокий конфликт внутренний, как то, например, что, ну, в целом, по жизни вы сталкиваетесь с тем, что вас обесценивают, отталкивают, пренебрегают вашими просьбами, и, соответственно, с этой глубины души вы можете допускать, что вот вы такой человек. И когда это делает дочь, ради которой вы стараетесь, и ради которой, я уверен, вы думаете, что жертвуете собой, естественно, вам становится больно. Хотя жертва здесь, в том числе, вот, то, что у вас, судя по всему, нет личной жизни, и то, что вы будете сейчас время проводить на работе, эта жертва нужна только вам, и связана она именно с тем, что вы закрылись вот в своей ракушке, ракушке долго перед дочерью и работой, и всё, и вы закрылись вот в этой ракушке от всех возможных болей, но в том числе вы закрылись вот от роста, от жизни, от искренности, от чувств, от наслаждения, от эмоций и так далее. Ну, ничего хорошего вам это не даст, и ждать, в принципе, не может. Ну, и примечательно, что в какой степени вы требуете того же от дочери, но она пока не хочет, она бунтует. Естественно, бунтует неумело, естественно, этот бунт вредит, наносит вред и вам, и ей, но как умеет. Так вот, как бы, желание держать дочь подальше от себя, естественно, но вы его не признаёте. Ещё один пунктик борьбы, борьбы с собой, условно говоря. И, соответственно, вам в этом направлении нужно, как мне кажется, думать, вам в этом направлении нужно работать, действовать, вот, если вы хотите быть счастливой. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, я желаю вам всего самого доброго, удачи и буду надеяться на какую-нибудь обратную связь от вас. Спасибо. 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 Спасибо.